У ролика о восхождении Томуры не планировалось продолжение, но так уж получается, что это видео является как раз таки второй его частью. Также этот ролик является обещанным допом к видео об арке Арис, где я кратко затронул всё, в том числе и апоперсов, кроме непосредственно личностного роста и развития Томуры. Об этом сегодня как раз и поговорим. А в конце будет несколько важных объявлений, так что не спешите выключать ролик. Ну и да, манга и спойлеры из неё присутствуют. В прошлый раз мы остановились на начале восхождения Томуры, где он, возможно, впервые в жизни перешагнул через себя, поставил на кон всё и решил заслужить статус преемника все за одного собственным трудом. И что же было дальше? В ходе битвы с Арис и показанных последствий произошло два знаковых события, если говорить о личностном развитии Томуры, его триумф и подробности его прошлого. С этого я и предлагаю начать. Два избитых штампа, что злодей стал таковым либо просто потому, что злой, вот буквально, родился с рогами и желанием проработить весь мир, либо злодея намеренно сделали злым, но в душе-то он герой и в конце пройдёт через имя главного героя терапию и будет мучником в раскаянии. Привет, Обита! Томура же имеет предпосылки и к тому, и к другому, но в большей степени пока что идёт по несколько иному пути. Он злой просто потому, что так сложились обстоятельства. Причём речь даже о случайностях на уровне формирования генов. Ему не повезло родиться с тем квирком, что он имеет. Первая активация причуды происходит, как правило, до четырёх лет. У кого-то в будущем мощный разрушительный квирк в детстве проявляется как нечто умилительное. Так было с Бакуга, например. У других же воспоминания с впервые проявившейся причудой сопряжены с каким-то происшествием. Тот же Киришима оставил себе шрам над глазом. Но вот у Тенка это была настоящая трагедия. Трагедия, в которой в полной мере не виноват никто. Но с другой стороны, все причастные в той или иной степени повлияли на такой исход. Семья Шимура по полной испытала обратную сторону геройской жизни. Отец Тенка, Катара и при жизни Наны был порядком обделён заботой матери из-за её геройских обязанностей. А после злополучной битвы совсем за одного и вовсе остался без неё. Будучи ребёнком, он не мог в полной мере понять и принять случившееся. Отчего у него на всю жизнь сформировалось негативное отношение ко всему, что связано с героями. Спасая одних, они разрушают жизнь близких им людей. Это цена, которую он заплатил. И он не хотел, чтобы его семья прошла через нечто подобное. Имя Наны было вычеркнуто из истории семьи. А мысли о героях были под запретом даже на уровне мечтаний и игр с плащами в компании других детей. Но запретный плод сладок. И Тенка мечтал стать именно героем. За это он многократно получал нагоняя от отца, который не ограничивался просто словами. Сурово? Пожалуй. Но знаете, где бы я не читал комменты, касаемо Катара, суть была одна. Отец тиран довёл бедного Тенка, и вот он во всём виноват. В показанных нам моментах он, пожалуй, перегибал палку. Да, это факт. Но это не тирания. Это не самые правильные методы воспитания, но не более. И поверьте, чуваки, я в силу образования знаю, и что такое домашнее насилие над детьми, и что такое реальная жесть в воспитании. В остальных же вопросах отец наверняка не был столь же суровым. Дедушка и бабушка баловали его. Он был окружён заботой матери и поддержкой сестры, которая, ну уж извините, иногда крысила. И это тоже вполне рядовая ситуация. Подколоть, подставить, выставить виновным, пожаловаться, выдать какой-то секрет. Тут нет чего-то сверхнеординарного в отношениях братьев и сестёр. Безусловно, это неприятно, но это повсеместное явление. Я бы даже сказал, что это отчасти норма. Однако, именно после очередной такой подставы от сестры активировался квирк Тенка. Если верить манге, то ему на тот момент было уже пять лет, так что, возможно, были подозрения о его беспричудности. Но даже без этого, его первое воздействие своей причудой на кого-либо послужило катализатором к дальнейшему аду, что творился в рамках 236 главы. Вполне типовая, но оттого не чуть не менее грустная ситуация для Тенка послужила толчком для активации квирка. Все пять пальцев были на его собаке. Распад был активирован. В панике он инстинктивно тянулся за помощью к сестре, матери, бабушке и дедушке. Он не понимал, что происходит. Он не понимал, что все это делает сам. Это самый жуткий и мрачный эпизод во всей героике. И не удивлюсь, что чего-то эквивалентного в принципе больше не будет. Тут нет какой-то натуралистичности и сверх детализации этого эпизода. Нет, все выдержано в общей стилистике манги. Но насколько это похоже на все остальные события, ровно настолько же этот эпизод от них и отличается, выбиваясь из общей канвы тайтла. Это страшно. Серьезно, не нужно вида детальной расчлененки или психоделичного боди-хоррора, чтобы проникнуться этим моментом. Когда ребенок бежит в спасительное объятие матери, что несется ему на помощь, несмотря ни на что. И в конечном счете, он же ее и убивает, не осознавая этого. Вот даже посмотрите на то, как это выглядит в оригинальной цветовой палитре и плевать на риски. Непонимание сменилось осознанием отнюдь не после этого происшествия. Тенка осознал суть происходящего и собственноручно убил своего отца. Уже с пониманием сути своего квирка и с желанием сделать это. Но как же так? Ведь он ударил Тенка. А что бы вы сделали, если бы увидели, что на вас несется тот, кто разрушает все на своем пути? И в отличие от других домочадцев, Катара лицезрел, что это дело рук самого Тенка, а не невесть, что непонятно откуда исходящее. И каким бы он неправым не был, едва ли он заслужил такую участь. И именно тут началось перерождение из Тенка Шимуры в Томуру Шигараки. Ведь он впервые дал волю своему деструктивному нутру. Да, это как раз то, о чем я говорил в начале. Постоянное желание разрушать, которое из-за подавления вызывало у него приступы Зуда, который исчез после осознанного убийства. Без раков, конечно же, но близь того. И можно, конечно, развить мысль, что Зуд это всего-навсего внешнее проявление его стресса. Но со слов самого Томора, где-то глубоко в сердце у него всегда было желание совершить нечто подобное. И очевидно, что это эдакий фундамент на будущее. Мол, некий зеленоволосый герой поможет ему переступить через свою природу и стать добрым. Однако, ведомый эмоциями, а не холодным расчетом, Тенка отнюдь не принял все это как некую норму. Глубочайший шок привел к Сидине в пять лет. У него на время пропал голос, а лицо было как у мертвеца. И здесь ему не повезло еще раз. Он столкнулся с беспричастным обществом, где всем на всех плевать. И пока он скитался, до него не дотянулась рука ни одного героя. Но его приютил кое-кто другой. Все за одного. Он лишил его гложащей боли, запечатав воспоминания. Он дал ему смысл жить дальше. Он даже присвоил ему новое имя. Томура. И свою фамилию. Шигараки. Так началась его новая жизнь. Жизнь, где он должен уничтожить старые устои и разрушить общество героев. Но он не был к ней готов. Он продолжал останавливать себя, сдерживаться. Ему было нужно некое утешение и разрешение на то, чтобы использовать свой квирк. Этим стали руки членов его семьи, а после и первых убитых им недругов. Они одновременно одобряли его действия и поддерживали в нем нужный уровень гнева, злобы, отчаяния и желания разрушать. Все то, что продолжало сочиться из его стертых воспоминаний. И вот тут можно еще раз вернуться к началу ролика. Пока известно, что все за одного и доктор именно, что запечатали память Томура, подобрали его, направили и так далее. Но все же можно легко обыграть, что смерть Рин была подстроена... Ой, не та вселенная. Но вы меня поняли. И надеюсь, в данном тайтле такой сценарий не будет реализован. Вышеозвученный эпизод во многом важен не только в контексте истории персонажа из прошлого. Это ключевой этап в его текущем восхождении. Даже с руками Томура был нерешителен, зажат и зависим от других. В чем мы убедились еще в прошлом ролике. Это была лишь полумера. Да, таким образом он маломальски научился контролировать свою силу и начал ее использовать в нужном для всех за одного ключе. Но это отнюдь не его максимум. Более того, это загнало его в еще большие рамки, чем в детстве. Ведь он буквально стал зависим от этих рук. Но он начал перешагивать через себя. Он начал сам добиваться поставленной цели. Он в принципе начал что-то делать сам. Но оставалось последнее. Вспомнить то, что забыто. Принять это, а следом отпустить. Вероятнее всего, по плану доктора, это должно было случиться в ходе изнурительной битвы с гигантомахией. Когда Томура, дойдя до своего предела, либо просто погиб, либо вышел на новый уровень. Пошло все далеко не по плану. Но оттого результат был еще более обескураживающим. Освобождение Томуры от всех сдерживающих факторов было необходимо не только для использования причуда на максимум, но и для дальнейшего развития его личности. Приемник все за одного не должен зависеть от каких-то рук, без которых он не имеет возможности сражаться. Лидер должен вести людей за собой, а не быть ведомым. Символ разрушения и страха должен зиять выше, чем кто-либо другой, а не быть в тени своих подчиненных и воззрений кого-то другого. Демонстративно уничтожив руку, что была всегда на его лице и без которой он не мог и шаг сделать, Томура задоджил самую мощную из всех ранее показанных атак. Самую мощную. За Томурой пала половина города, но он выстоял. Но выдержать удар это далеко не победа. Победа это нанести еще более сокрушительную атаку, от которой противник не оправится. И едва нам был показан эдакий пик сил, как тут же Томура, соответствуя своему статусу, не на словах, а на деле повысил планку. Еще большая часть города была уничтожена, буквально стерта, оставляя лишь огромный кратер. Враг, бросивший ему вызов, в конечном итоге просчитался. Сильный идейный лидер склонился и признал его превосходство. И отнюдь не только в силе. И вот собрание, где его в качестве лидера целой армии представляют подчиненным, среди которых и гигантомахия, что признал его. Недавние враги, теперь союзники, пафосные речи, идеи, и Томура вновь с рукой на лице. Но нет, с его слов, это просто символ. Символ, который в отличие от поступков, не значит ничего. Томура окончательно понял, что наследник все за одного – это не просто образ и какое-то прозвище. Это конкретные действия, которые он совершает сам. Но помимо этого изменилось и кое-что еще. Вы помните все его наивные и разбивающиеся в дребезги планы? Сумосбродная атака на тренировочный корпус, потеря трех участников лиги во время операции в летнем лагере. Томура был излишне уверен в своих силах и силах лиги. Но в 246 главе он заявил, что больше такого не допустит. Больше он не станет недооценивать врагов. Именно ради этого он и хочет получить силу. Что это за сила? Ну, как по мне, речь, скажем так, о подгонке его тела под особенности квирка. Ведь, со слов доктора, с каждым новым поколением причуды все менее стабильны, и тела носителей меньше к ним приспособлены. В общем, опять теория сингулярности квирков, о которой и в манге уже достаточно подробно говорили, и я ее упоминал в прошлых роликах. От Тенка Шимуры к Томоре Шигараки, и после к истинному наследнику все за одного. Личность Томуры преобразилась, и теперь он готов идти по веренному ему пути. Теперь он куда более дальновидный, волевой, а самое главное, идейный лидер, за которым люди идут не потому, что их привели к нему навстречу, но едва ли это финал его пути. О, нет. Это лишь начало. За минувшую арку мы узрели полное падение на дно, где лига злодеев напоминала оборванцев без средства пропитания. Затем, впервые за все время, Томоре открыто высказали в лицо правду о его никчемности, а после он начал идти вверх. И финальная аналогия с вылупившейся из кокона бабочкой была приведена очень даже кстати. Через 4 месяца, правда по внутренней хронологии манги, произойдет его усиление, и паранормальный фронт приступит к фазе активной реализации их плана. Однако, свидетелем всем этим событием был отнюдь не весь мир. Томоре еще предстоит лично бросить вызов всему геройскому сообществу и текущему устройству общества. Посему, триумф в Дейке это не конечная ступень. Это лишь последняя точка на одном отрезке, и начало нового. Он взошел на промежуточную вершину, но восхождение еще продолжается. Ну что ж, друзья, такой вот ролик, такое вот рассуждение о Томоре, и учитывая то, что действительно наверняка будут еще показаны как минимум усиление его способностей, а как максимум еще и дальнейшее развитие его личности, не исключая, что спустя какое-то количество месяцев выйдет и эдакая третья часть восхождения Томоры. Посмотрим. Теперь что до важных объявлений. Во-первых, я начал вести стримы, в том числе и на Ютубе. И наверняка уведомления о них приходят по той же схеме, что и уведомления о роликах, то есть нужно поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, на которых мы как раз читаем мангу «Моя геройская академия». Но помимо этого я также веду стримы и на Твиче, потому что на Твиче, в отличие от Ютуба, можно смотреть аниме, не боясь получить какой-либо страйк или жалобу. И там, в числе прочего, мы смотрим в том числе и четвертый сезон «Моей геройской академии». Так что залетайте, подписывайтесь и следите за сообщениями, как в сообществе, так и в группе ВКонтакте. И там, и там я буду оповещать о новом стриме, неважно где он будет, здесь или на Твиче. Второе объявление – это то, что идет набор редакторов в группу ВКонтакте. У меня нет планов набирать несколько десятков, да и даже 10 человек. Нет. Хочется собрать небольшую команду, которая будет пусть и не часто постить, но эти посты будут какими-то, знаете ли, интересными, что ли. То есть не просто арт, а как-нибудь оформленная тематическая музыкальная подборка, или же сканы из манги, набор интересных фактов и тому подобное. Понятное дело, что все это на Изи можно брать и, скажем так, копировать из других пабликов, но хочется, чтобы был определенный уникальный креативный контент. Так что если у вас есть какие-то идеи, то подписывайтесь на группу, залетайте в обсуждения, там пишите свою анкету, а в предложку кидайте какой-либо пост, где вы как раз-таки проявите всю свою креативность. Субтитры создавал DimaTorzok